всем здравствуйте приветствую всех на канале дачные советы сегодня у нас 28 марта я хочу вам показать некоторые цветочки что я вот уже приобрела из корневищных из луковичных и что в общем то уже посадила сейчас такой идет период у нас очень насыщенный посадочные ничего не успеваю пересаживать нужно и садить и в общем и ухаживать за растением очень все плотно прям забита поэтому вот эти вот я посадила здесь у меня посажены растения не сняла я как я их посадила их посадила наверное дня два назад вот в этом стаканчики стаканчики у меня пол литровые здесь у меня посажена гейхера вот такую гейхеру я купила малохит но хочу сказать вот на картинке мы видим что это зеленый сильно гофрированный лист в принципе я такой и хотела такую гейхеру но вот похоже у меня пересортится но кстати это пересортится мне нисколько не огорчает если видно на камере то здесь вот 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 идет листочек вот этот вот и он розового цвета красный и сухие листики которые были тут вот еще вот сейчас идет небольшой росточек которые были сухие четыре листа они были довольно таки крупные но где-то с 5 копеечную с 5 рублевую монету они были в общем то тоже красного цвета засохшие так что я вот думаю это пересорт внизу у меня вот тут уголь я думаю что это пересорт пересорт меня этот очень даже радует если она будет красная то есть красную гейхеру я тоже хотела когда мы заказывали гейхеры красных не было в наличии и вот но был получается видимо получили мы красную но посмотрим что вырастет стаканчиках что я хотела сказать если вы покупаете корневищные вот эти полулитровые стаканчики отверстий здесь нет я на низ кладу крупный уголь крупные куски угля можно положить керамзит грунт который я всегда готовлю для любых растений то есть это у меня грунт грунтами я пользуюсь я уже говорила какими это либо войске химический завод волшебная грядка очень мне нравится этот производитель грунтов и удобрений либо ферма пересвет по кафе пересвет у них идет цветочная это радуга но у них есть и роза и фиалка и также у них есть универсальные грунты это плодородия фермер сеньор это для томатов и перцев в общем тоже отличные грунты вот в данный момент у меня вот эти 25 литровые грунты конечно я показать мешок этот не могу он слишком большой в общем-то вот это вот плодородия у меня посажена конечно добавлен вермикулит был в грунт пролито все как всегда вот таким агатом и еще у меня был комментарий по поводу агата но наверно по поводу агата я прям сниму отдельный ролик на лицевой части коробочки написано агат всегда переворачивайте с обратной стороны смотрите он должен быть агат 25 к написано с обратной стороны если этого не показано но я не знаю это возможно тогда настоящий агат если есть лицевой стороны и задней просто агат написано вот там вот такие вот шприцы 3 миллилитровый конечно грунт пролит агатом обязательно если агата нет пролейте фитоспорином любым в общем-то фунгицидом я когда вот у меня агата если не было сейчас он у меня конечно не переводится раньше я добавляла в грунт сухой фитоспорин не все-таки сухой фитоспорин больше нравится порошковый просто смешиваем с грунтом и в общем то тоже обеззараживаем землю очень хорошо если вместо если нет агата добавить глиоклодин потому что глиоклодин конечно как я и всегда говорю гораздо сильнее препарат и таким образом вы обеззаразить и землю свою ну вот в общем то тут только вот вермикулит грунт и агат больше ничего нет так они у меня и будут расти до высадки в грунт ничем я их удобрять не буду так как ну по крайней мере месяц тоже точно а там посмотрим по погоде если я уже в мае в начале их высажу то мне не придется поливать удобрять а если получится так что погода не не позволит нам высадить то придется удобрить но это будет не раньше чем через месяц вот тут у меня гейхера а вот здесь вот у меня хоста вот это белые белые перья как я садила хосту тоже здесь добавлен снизу а нет здесь я уголь не добавляла я просто посадила в грунт так как хосту ее сложно в общем то загубить в стаканчиках отверстий нет почему я не делаю отверстие потому что ну очень быстро грунт пересыхает если мы делаем отверстие хосту загубить очень сложно это в общем то такое не убиваемое растение на мой взгляд вот она уже дала росток как только я ее пересадила она дала росток и когда я садила хосту я корешки немножко где-то на пол сантиметра подрезала не бойтесь это делать подрезать корни у хосты ну как еще раз повторюсь хоста очень сложно загубить и вот она у меня умеренный полив стоят они оба этих стаканчика у меня на балконе вот я их 3-4 дня назад пересадила уж не помню не вчера я их пересаживала дня три или четыре уже как пересажены вот они политы восточный балкон и я смотрю как только грунт высох здесь тоже посмотрела все сухо все я поливаю дальше что еще хотела в этом ролике вам показать вот сейчас в продаже очень хороший выбор анимон здесь у меня один одна картинка это я остатки покупала забирала забрала с картинками с картинкой но есть их очень огромный сейчас выбор вот так вот они выглядят это вот такие вот сухарики очень легко их выращивать поверьте цветок очень шикарный прям ну красивейший просто я их сажаю каждый год если кто-то живет в южных регионах они прекрасно зимуют так как у нас даже вот покупатели говорят у кого песчаные почвы говорят что зимует отлично анимона и растет каждый год если она не зимует так вот в данном случае у нас у нас не зимует анимона так как у нас в деревне участок близко к реке и в общем-то она у нас конечно вымерзает я ее покупаю каждый год стоит она очень недорого дешевле буханки хлеба в общем-то купить ее недорого не не потратите вы много на нее денег но радовать она вас будет все лето красивейший цветок разнообразные окраски очень хорошо цветет и я ее буду садить в апреле дома в маленькие в небольшие вот такие вот горшочки и затем высаживать уже с проростками в сад как это все делается я все вам в апреле покажу дело в том что вот многие кто уже покупал анимона и часто вот даже покупатели нам говорят что не получается не выросла но я вам покажу наглядно как ее правильно посадить чтобы она выросла с ней очень легко с анимона я ее сажаю каждый год мне она очень очень нравится и думаю что кто хотя бы раз вырастет анимону будет уже ее сажать каждый год очень симпатичный цветочек огромное разнообразие расцветок не нужно в общем-то долго выращивать ее в рассадный период все очень быстро и хорошо с анимоной получается главное она не очень любит воду то есть аккуратнее с поливами и также я еще хотела здесь показать в этом ролике плотикодоны которые я приобрела но тут у меня без картинок с картинками мы продали вот вот такие корешки у плотикодона это в общем-то как морковка либо как петрушка пастернак видите вот такой вот длинный корешок и вот сегодня я хотела их посадить здесь вот есть росточки уже идут но у меня не оказалось старый такой я думала что они у меня войдут в пол-литровые стаканчики и хотела сейчас показать как я это буду делать вот этот вот прям срочно надо уже высаживать видите корешки этим росточки уже большие а вот поэтому если вы покупаете какие-то корневищные уже с ростками садите их сразу главное не перелейте не нужно и прям очень сильно поливать поливать и поливать если вы посадили уже с ростками и видите потом что дальше не раз не идут ростки я знаю что многие сразу начинают обильно поливать но сами понимаете вот посадим мы вот такой вот корешок до который хранился но понятно что сразу в рост он не пойдет ему нужно все равно обрасти корнями вот эти вот я засохшие корешки я все удалю ну планирую вечером сегодня показать планирую пересадить посадить их все-таки в эти стаканчики да и вот сейчас они у меня пока еще лежат в холодильнике вновь я сейчас их помещу в холодильник так они там и будут лежать анимону можно хранить не в холодильнике просто где-то в коробке в темном сухом месте но у меня они тоже лежат пока в холодильнике ну вот в общем то вот так вот есть пока время да и почему я стала снимать этот ролик вчера у меня поступил комментарий по поводу того что ролики как бы выходят запозданием все же мы живем в разных регионах и люди которые живут где-то в поселках деревнях далеко от города нет у них магазинов садовым и очень сложно сразу купить то что хочешь нет такой возможности что пришел в садовый центр и купил то есть нужно выбрать время чтобы выбраться из своего населенного пункта куда-то в город и купить там поэтому сейчас я немножко буду пораньше снимать ролики чтобы все успевали приобрести то что нужно и вот в данный момент я хотела все-таки ваше внимание обратить на хосты не бойтесь их покупать в такой ранний период очень хорошо хоста переносит пересадки и дома она у вас начнет расти и ну просто замечательно хосту кстати не нужно хранить в холодильнике либо где-то еще вот вот если вы сейчас уже в конце марта покупаете сразу же садите ее в горшочек и это многолетнее растение будет вас радовать очень много лет и также вот все-таки хотела предложить что покупайте анимоны очень красивый цветок и я вас научу в апреле кто не умеет его выращивать как с ним в общем то правильно обходиться на этом я ролик заканчиваю вечером планирую посадить платье гадона и покажу вам это все всем до новых встреч пока пока